Спасибо всем за поддержку. О, прекрасно. Так, сейчас я всё убираю, что не нужна. Слышно, видно, всё прекрасно. Да, всё. Ура! Олечка, благодарим тебя за то, что ты выделила время. Давно не видели тебя, разговаривающие в сети, поэтому большая честь и большое благо, что ты с нами сейчас можешь нас всех поддержать, поэтому благодарим и не будем, наверное, торопить тебя или, наоборот, держать. Что скажешь, Саша? С чего начнём? Ну, я так просто рад. Да, начнём с того. Да, привет, привет. Друзья, если вы хотите лучше видеть Олю, я знаю, что есть такая штука, что человек, который в эфире снизу, там комментарий его чуть-чуть закрывает. Вы можете комментарий так смахнуть вниз, и они скроются, ну, по крайней мере, наполовину, и вам будет Олю лучше видно. Вот, с чего начнём? Ну, мы вчера сделали опрос, не все знают, кто такая Оля Баларама, большинство знают, но есть те, которые не знают. Может быть, ты как-то несколько слов чуть-чуть о себе скажешь, что считаешь важным, можно сказать тем, кто видит тебя первый раз, такие есть. Слушай, для меня всегда это самый сложный вопрос, потому что всё время всё меняется, я меняюсь, и сейчас мне, наверное, легче всего назвать себя просто женой и мамой. Как-то даже дальше не хочу уходить, потому что это моя прямо сейчас такая первозданная роль, и я как-то борюсь больше в ней. А так, я Криован, ведущая женских кругов, танцевально-двигательный арт-терапевт, и что ещё можно сказать? Не знаю, счастливый человек, счастливая женщина. Вот, сейчас вот я уже мама, как три месяца, я родила потрясающего просто мальчика. Вот, познаю сейчас просто всецело этот опыт, он мне очень нравится. И всё, как-то так. Я просто, наверное, хотела бы сказать одну единственную вещь, вот, чтобы люди, кто меня не знает, познакомились, да, что я исповедую любовь. Вот это, наверное, моё самое яркое, важное описание. Поэтому, чем бы я ни занималась, я стараюсь это делать через призму любви. Поэтому, неважно, мы с вами созвучны через йогу, через рисование, через танцы, через практики. Мы с вами про одно, мы про любовь. Вот, и если вам это близко, то сегодняшний эфир будет просто вам интересен, близок и по ценности будет совпадать. Как-то так. Так, звука нет, пишут. Я надеюсь, что есть звук. У кого есть звук, пожалуйста, напишите. Друзья, напишите единичку, если есть звук, мы слышим Олю и вроде бы и себя тоже слышим. Я думаю, что всё хорошо. Да, если есть звук, то пишите. Есть звук, прекрасно. Настя, Саша, напиши, чтобы вы перезагрузили эфир. Да, попробуйте просто перезайти, выключить Инстаграм, открыть заново и... Да, они не услышат, потому что звука нет. Ладно. В общем, да, мы о чём хотели поговорить. Наверное, вот самый такой насущный вопрос, это как в ситуации какой-то такой вот внешней непонятности, неопределённости, сохранять вот эту любовь, о которой ты сказала в том числе. Может быть, начнём чуть-чуть издалека. Расскажешь чуть-чуть, как вот вашу семью затронули или не затронули события вот там последних двух лет, которые в мире были в связи там с этими границами и всем вот этим, всё, что происходило и то, что сейчас происходит. Насколько это на вас отразилось? Как вы вообще к этому подходите? Как вы на это реагируете? Ну вот как, меняется ли как-то вообще ваша жизнь в связи с тем, что происходит во внешнем мире или не особенно? Ой, вот здесь, наверное, на самом деле трудно ответить, потому что всё, что происходит, трудно объяснить на самом деле. Например, та же самая Коста-Рика. Изначально мы же хотели пофидзимовать куда-нибудь по традиции на Бали или на Панган, но наши мастера нас отправили на Коста-Рику. Сказали, нет, ребят, вам да. Ладно, хорошо, поедем на Коста-Рику. Для тех людей, кто не знает, кто такие мастера, это наши духовные наставники, скажем так. И когда Стас думал, куда отправиться в очередной раз, просто незамедлительно пришла информация, что это должна быть вот именно Коста-Рика. Точка, куда обычно никто не ездит по факту, потому что мы жили на в самом Копчике, Коста-Рике, в самой Сахасраре, как мы называли. Там рядом были только джунгли, только, кто еще там жил, резервации индейцев. Да, и вот одно маленькое поселение, которое было прям буквально под горой, где мы жили. Все. В остальном там просто глушь. И кто бы мог подумать, что нас это спасет, потому что, когда началась пандемия, там не было коронавируса, там никто не болел, мы спокойно жили, как жили, ничего вообще не поменялось. А учитывая, что у меня утонул телефон в водопаде, учитывая, что там совершенно не было вышек, не было связи, и мы его еле-еле ловили интернетом, только там рано утром или иногда вечером, то у меня по факту не было связи с миром. Я не очень так понимала, что происходит. Поэтому нас как-то это вообще не коснулось, не тронуло. И здесь я могу только мужа поблагодарить, потому что он как-то там все чувствует, что-то делает, ничего мне не говорит, просто мне в это не вмешиваться, никак не изучать, просто довериться ему и двигаться за ним. Поэтому, когда это все начало происходить, когда мы были на Коста-Рике, я до сих пор действительно не знаю, что происходило, честно. Я просто знаю, что началась пандемия, я знаю, что появился какой-то вирус, но как он воздействовал, где он появился, откуда, сколько было зом поражено, без понятия. Вот. Поэтому можно сказать, что нас не тронуло. То, что касается сейчасшней ситуации, слушай, она не могла не тронуть, потому что все-таки мы сейчас уже на территории России, и у меня даже, если я не захожу в интернет, у меня есть друзья из Украины, которые мне пишут, спрашивают, как быть, как поступить, что сделать, чтобы вот это все состояние как-то прожить, потому что очень много негатива свалилось на обе стороны. Вот. Поэтому я, конечно, об этом узнала. Но если бы не друзья с Украины, то же самое. Я была бы не в курсе, потому что я не читаю новости, у нас нету телевизора. Стас меня опять же просит не вмешиваться в политику, ничего не читать, не изучать, и я с ним полностью согласна. Вот. Поэтому, как только мне начали писать подруги из Украины, я только осознала, что произошло. И то для меня отошло, наверное, только через неделю, что произошло. Как бы не сразу. Поэтому здесь тоже так. Не могу сказать, что я в курсе. Но в любом случае я понимаю, что происходит. Вот. И мы с Стасом договорились, что я, как кормящая мама, в это так же не вмешиваюсь, не погружаюсь, потому что мое состояние считывает Реймар, да, когда я его кормлю. А для меня сейчас, конечно, самое важное, это вот его состояние. Ну, как бы мое, ну, и его тоже. Поэтому вот как-то так. А может быть, ты сможешь что-то, ну, вот порекомендовать людям, которые с этим более плотно соприкасаются, ну, осознанно или неосознанно, специально или не специально, но которых эта ситуация как-то ближе затронула, которые чувствуют какое-то напряжение, может быть, вот из того, что в вашей жизни присутствуют какие-то инструменты, практики, что вообще есть, как себя поддерживать в ресурсе, вот когда все вокруг как-то непонятно, непонятно, что будет завтра, там непонятно, как все будет развиваться, кто-то там, да, вот, вот, ну, можно просто, может быть, на своем примере, что поддерживает в ресурсе вас, и может быть, кто-то об этом услышит для себя такой сигнал-маячок, что вот это можно делать. Ну, мне, наверное, легче всего посоветовать ребятам, которые находятся вне зоне действия, скажем так, да, всего, что происходит, потому что давать какие-то советы людям, кто находится сейчас в эпицентре событий, никогда не ощущая на себе подобного, мне на самом деле трудно, я могу лишь просто поддержать морально, как-то мы с ребятами периодически собираемся, молимся, да, но как бы что-то советовать, как бы, знаешь, так сверху трудно, правда трудно, но просто хочется их морально поддержать, сказать, ребят, это рано или поздно закончится, поэтому, пожалуйста, держитесь, мы все с вами, мы за вас, как бы Украина для нас все-таки сестра, это не чужой, посторонний какой-то, да, человек, вот, поэтому хочется верить, что все закончится очень благоразумно и мирно, для тех, кто сейчас находится в России, у кого, например, родные в Украине, да, или у кого еще какие-то могут быть, неприятности, ну, с состоянием, да, то здесь могу лично от себя посоветовать, ну, что я обычно делаю, я просто в это не погружаюсь, я знаю, что это есть, да, я это не игнорирую, я это признаю, но я не отдаю туда очень много внимания, потому что сейчас действительно идет война больше за внимание людей, да, чтобы перетянуть на ту или иную сторону, и вот эти эгрегоры, они очень сильно вытягивают энергию у человека, если он обращается в нее, поэтому не читать новостей, как бы не хотелось, и я еще раз объясню, почему, я училась на рекламе, и я прекрасно знаю, как делаются новости, я прекрасно знаю, как делаются новости на телевидении, в газете и в социальных сетях, и там чаще всего правды почти что нет, там чаще всего то, что должно привлечь внимание человека, удержать его, да, и немножечко какой-то профит, чтобы в этом был, да, какая-то польза, они могут, ну, просто какой-то вот крючочек ставить эмоционально, да, чтобы он еще в этом варился какое-то время, вот, поэтому я и родным говорю, и бабушкам, и дедушкам, пожалуйста, не слушайте новости, когда человек объявляет о том, что началась война, дальше, правда, не будет, дальше она будет какая-то своя у каждой стороны, поэтому в этом лучше даже не вариться, поэтому обязательно просто смотреть, что мы читаем, то, что мы впитываем каждый день, потому что все, что мы ежедневно просматриваем, оно все равно прилипает на тонком уровне, не смотреть новости, и стараться взаимодействовать с людьми, которые на позитиве, которые не укрепляют вот эту ситуацию, и не усиливают ее, скажем так, негативно, в общем, чтобы не быть рядом с людьми, которые пытаются тебя переманить на чью-либо сторону, потому что, если мы начинаем выбирать между кем-то, все, это уже проигрыш, это уже не про любовь, это уже про оценочность, уже про какую-то, не знаю, агрессию, какую-то детскую позицию, ну, лично мое понимание, поэтому сохранять спокойствие через практики, через правильно размеренное сбалансированное питание, как бы сейчас это забавно не звучало, да, потому что вот пару дней назад у меня был такой случай, когда мы решили с мамами на 8 марта поехать и покушать в просаде, знаете, такую веганскую плотную пищу, а я все эти дни ела очень, так знаете, скромненько, на гречке сидела в основном, да, и на чем-то таком тепленьком, так вот, у меня был ясный ум, расслабленное состояние все это время, ну, стоило мне поехать, поесть вегановская пряная пища, я потом несколько дней просто была в каком-то непонятном состоянии, у меня прям не знаю, ну, куда-то улетела, и вот здесь хочется сказать, что сейчас то, что вы едите, тоже на вас влияет, то, что смотрите, то, что слушаете, то, что читаете, то, что едите, даже с чем вы засыпаете перед сном, то, что вы читаете перед сном, это тоже все влияет, даже если это книга, а не инстаграм, поэтому здесь, конечно, важно осознанно это все отслеживать, ну, и круг, круг людей, которые вас окружают, это сейчас самое важное, что было кому выговориться о своих эмоциях, о своем состоянии, что было кому сконтенировать вот это вот чувство, которое, возможно, как-то поднимается. Нам с девчонками очень помогает танцевальная терапия, мы танцуем, мы поем для Ремарушки, для моего сына, и это тоже очень классная работа, особенно для женского тела, потому что нам, конечно же, очень нужно выплескивать вот этот весь негатив, который накопился в теле, потому что он рано или поздно все равно накопится, учитывая все, что сейчас происходит, через движение, через тряску, через голос, через пение, через, не знаю, разговоры, в общем, чтобы это все очищалось. Я не думаю, что я скажу что-то новое, мне кажется, вы это все все прекрасно знаете, сами это все проживаете, просто у каждого, видимо, какой-то свой, может быть, инструмент, лидирующий, но в целом все то же самое. Вот, а если говорить про любовь, про любовь, мне кажется, здесь очень важно, как вы начинаете утро, вот с чего начинается утро, потому что кто-то начинает утро сразу с телефона, не успев встать с постели, да, а кто-то начинает утро с какой-нибудь практики, да, лежа на постели, может даже с какой-то практики благодарности или с фразой, боже, я хочу, чтобы сегодня там все, например, живые существа на планете были счастливы, и покажи мне, пожалуйста, как сегодняшний день может быть еще лучше. Да, и уже смотришь, наблюдаешь, что он тебе покажет в течение дня. Поэтому здесь тоже вот, я могу долго говорить, вы меня останавливаете, важно, опять же, какой настрой. Вот. Может быть, знаешь, какое-то даже послание всем девушкам, женщинам, мамам, да, вот, потому что ты больше как женский проводник, да, у нас здесь и мужчина сидит, но, вот, какой-то вот, что можно женщине сейчас сказать, как ее можно поддержать, опять же, да, вот в меняющемся мире, на что можно, не знаю, женщине опираться, и на что опираешься ты, это тоже может быть для кого-то полезно, целительно будет снова это услышать еще раз. Так. Девушкам и женщинам, и мамам. На самом деле у нас сейчас самая сложная, непростая миссия, потому что на нас держится поле семьи, поэтому единственное, что могу от себя посоветовать, это держать это поле, прям, чтобы, в общем, культивировать любовь в нашем сердце, чтобы прям наполнять через себя всю семью, потому что на нас все держится, и если мы сдадимся внутренне, если мы перестанем заниматься своим состоянием, то по факту мы разрушим стены защиты у нашей семьи, поэтому наша задача защищать. А как мы это можем сделать? Это по факту знает каждый из вас сам, без меня, у каждого свои инструменты. Мне, например, помогает сон, да, или рисование, танцы, осознанный душ, какая-то заземляющая пища, рисование, писать дневники, в общем, то, что возвращает меня в ресурс, состояние радости, изобилия, тем я, собственно, и занимаюсь, чтобы поддерживать это состояние. Кому-то хватит просто обетий с мужем, кому-то хватит просто качания своего малыша на руках, да, потому что это такое оксидациновое состояние каждый раз. Поэтому важно прям выбирать то, что вас наполняет, и делать это. Вот, потому что, если не мы, то кто? Мужчина защищает внешние границы, а наша задача защищать внутреннее. Если мы падём, падёт весь замок. Вот, поэтому девочки искренне просто желаю, чтобы у каждого было из нас и желание, и вдохновение, и силы уделять внимание той практике, которая нас наполняет. Не обязательно практика йоги, может быть, или медитации, это может быть осознанная кулинария, или душ, или сон чуть подольше, но чтобы она была. Вот, как-то так. У тебя ещё какой-то марафон скоро, да, как раз за донейшон для всех желающих погрузиться в свой женский внутренний мир. Расскажешь чуть-чуть? Да, могу, но если это уместно, актуально. Да, я думаю, что многие не в курсе, но тоже кто-то захочет присоединиться. Всё началось с того, что написала подруга с Украины о том, что, Алёнь, сейчас непросто, нас, как говорится, обстреливают, мы находимся в таких непростых условиях и хочется добра, хочется прям ощущать это добро, а где его взять, непонятно. Можешь что-то посоветовать? А я понимаю, что единственное, что я могу ей предложить, это чтобы она мне просто выговорилась. Но это мой максимум, потому что она там одна. И она говорит, а может быть, у тебя есть какой-нибудь курс или марафон или что-нибудь, что просто немножечко переключиться, потому что тяжело, действительно тяжело было эмоционально. Я говорю, девчонки, ничего нету. Курс, если есть, он мне не принадлежит, я не могу им управлять, так бы я его всем уже подарила. Но у меня был, помню, марафон, который я проводила, помню, два года назад, тоже в сторис, мне помню, тоже был очень близк на тот момент. Я говорю, слушай, у меня есть марафон, вот такой-то, хочешь, вот можно его пройти. Он у меня висит прям в сторис покреплённый, можешь прям в любой момент зайти и попробовать. Она говорит, а можно с тобой, чтобы ты вела? Я говорю, слушай, я не обещаю, я мама кормящая, у меня всё по часам, вот, но учитывая, что она оказалась не единственная, кто этого попросил, было несколько человек, я почувствовала, ну, раз пространство стучится, значит, надо что-то сделать. Вот, я изначально хотела в марте что-то подобное провести, но так всё сложилось, что вот, вот мы решили это сделать. Это, ты же проходила, ты помнишь, это просто такой очень творческий, лёгкий марафон по рисованию, да, чтобы немножечко переключить внимание из головы в тело, из внешнего в внутреннее и просто отключиться, перейти в сотворчество со своей душой, с Богом. Поэтому, если есть какие-то переживания, стрессы, не знаю, потерялись случайно, то этот марафон может просто помочь немножечко переключиться. Я там не учу рисовать, я там больше учу переключать внимание, вот, но рисовать мы тоже будем, поэтому, если захотите просто немножечко расслабиться, немножечко потворить со мной за компанию, то можете присоединиться, мы как раз начинаем в понедельник. Это безоплатный марафон, если вам трудно проходить что-то без оплаты, вам обязательно нужен баланс в энергии, то вы можете, опять же, как-то отблагодарить за донейшн. Но в целом, это безоплатный такой проектик, вот, можете поучаствовать. Супер, то есть всеми, всеми возможными способами, как я услышала, возвращаемся снова в себя, забираем свою энергию оттуда, куда её сейчас пытаются качать, и наоборот, живём, да, живём из собственного сердца и продолжаем распространять это через семьи, через других женщин в свет. Вот так примерно слышали. Да, потому что самое страшное, что может произойти с женщиной, это если она сейчас случайно уйдёт в ум, а все новости, они как раз очень сильно уводят именно туда. Поэтому, если нужно из ума уйти обратно в сердце, то это творчество. Творчество, танцы, женские круги, рисование, кулинария, ой, в общем, всё-всё-всё женское. Вот, поэтому можно попробовать либо со мной, либо самостоятельно. Вот главное пробовать. А здесь вот был вопрос ещё в комментариях, ну вот, к анонсу, прям такой конкретный. Анастасия спрашивала, Ольга, из чего состоит ваша каждодневная рутина, то, что наполняет вас? Может быть, кому-то будет тоже интересно узнать, если ты можешь поделиться, ну вот, просто каким-то... Понятно, что с ребёнком это менее предсказуемо, но примерно, как проходит твой день, да, вот какие у тебя есть такие элементы наполнения у тебя лично прямо сейчас. Интересно, что я только недавно выкладывала пост об этом, буквально даже три поста, где было, по-моему, 25 пунктов, которые меня наполняют. Я их не... не обращаюсь к ним, скажем так, одновременно ко всем, да, но периодически, если что-то из этого у меня случается, то всё, день у меня сразу в ресурсе. То так как раз относится и сон, да, там и вот нарядиться. Вот, например, вот то, что я сейчас нарядилась, мне сейчас это очень сильно подняло настроение, и я знаю, что везде я буду светить, да, кому-то, может быть, это не поднимет, но меня прям очень вдохновляет. Так, ну хорошо, рутина-рутина. Встаю я каждый день около трёх часов утра, потому что Раймарушка у меня просыпается в 6.30, и мне нужно время на себя, да, чтобы меня никто не трогал, чтобы я в тишине могла заниматься своими делами. Тогда вот мне прям хорошо. И здесь спасибо йоге за то, что я могу себе позволить так рано вставать, моё тело высыпается, и оно само просыпается. И где-то с 3 до 6.30, с маленькими перерывами накормления, да, я вот занимаюсь собой. Дальше где-то в 6.30, в 7 встает Раймарушка, я его кормлю, мы с ним занимаемся, мы можем его покупать, мы можем с ним сделать зарядку, ну, в общем, какие-то свои вот эти детские дела. Вот, потом у нас, по-моему, если не ошибаюсь, завтрак. Учитывая, что сейчас у меня две заботливые мамы, то я могу спокойно ему отдать Раймарушку, пойти что-то сделать для себя, опять же, или что-то убрать, или переложить, или просто приготовить тебе завтрак, как я люблю это делать, да, например. Вот, но в целом, как-то всё очень взаимосвязано, всё легко. Да, и целый день, по факту, у меня в ребёнке. Да, я как бы укормлю, мы засыпаем, пока он спит, я могу что-то поделать, да, потом он просыпается обу кораблю, мы опять бодрствуем, что-то делаем, ну, как бы всё, всё как обычно. Поэтому единственное время на себя, где я могу что-то сделать, это вот у меня рано утром, а всё остальное, оно как бы примерно одинаковое, там ничего нового, там прогулки, купания, малыш, сон, еда и так далее. Но мы начинаем в 6 часов вечера готовиться ко сну, в 7 часов я уже начинаю укладывать Раймарушку, где-то к 8 мы засыпаем, поэтому в 8 часов стабильно я каждый день уже сплю. Вот, если он не смог заснуть, ну, это максимум 9, но не позже 9 часов. Поэтому с 9 до 3 у меня всё время на хороший полноценный сон. Вот, опять же, с прерывами накормления, но он есть. Поэтому что мне поднимает настроение? Сон, ну, как бы держит меня в ресурсе, в энергии. Вот это утренние 3 часа, которые я могу посвятить себе, где я могу порисовать, где я могу пописать, послушать любимую музыку, повязать, да, почитать любимую книгу, где я могу принять осознанный душ, столько, сколько я хочу, горячий, горячий, сделать себе всевозможные массажи. Да, как бы, вот это мне очень важно. Когда я могу нарядиться, да, когда я могу расчесать волосы, надеть украшения, это меня тоже очень прям заряжает. что еще эфирные масла, когда я могу прям, у меня даже что-то здесь есть рядышком, вот такие вот, ой, пардонте, энергороллеры, которые можно спокойно использовать ежедневно, да, для того, чтобы поднимать уровень энергии, да, с тем запахом, который подходит телу, окружать себя красотой, я вам сейчас, короче, покажу. Вот так. Вот для меня важно, чтобы все было красиво, что все было нарядно, что все было эстетично, вот даже вот эти цветочки мне поднимают настроение. Вкусная пища. Я очень люблю гречку, прям обожаю гречку, особенно на молоке с маслом ки на обед, поэтому, если я съела вот это блюдо на обед, у меня также поднялось настроение. Как бы, я считаю, что все это складывается из мелочей. Если есть возможность себя таким образом радовать, почему нет? Тем более сейчас, да, и главное не стыдиться за то, что мы это делаем. Потому что, сейчас я тоже вот вижу, что многим очень трудно проявлять себя на максимум, потому что, как бы, вроде бы неэтичные. Как же так? Люди страдают, а мы здесь продолжаем жить, да, обычной жизнью. Так вот, хочется сказать, что жизнь у нас не закончилась, она у нас продолжается. И если мы будем себя винить за то, что мы просто живем, то как бы нет вообще смысла в этом всем. Правда. Особенно, если мы мамы, у нас ребенок, и как бы он только познает жизнь, а ты ему, извините, да, этот вот весь багаж негатива, скидываешь. Поэтому, да, делать это хотя бы не ради себя, но ради ребенка, да, если трудно. Но все-таки лучше ради себя и ради всего, что есть вообще вокруг всех, кто есть вокруг. Не знаю, все ли я сказала, но вроде, да, основное упомянула. А ты можешь чуть-чуть подробнее рассказать про подъем в три утра? Я просто знаю, что для многих людей там даже в шесть часов встать, это, ну, большая, большой челлендж, квест и так далее. А в три, как бы, для многих, наверное, это просто даже немыслимо может звучать. А, да, наверное. Вот, ну да, то есть это так сходу, ну, может кому-то даже резать ухо, что как так. Я помню, что, ну, мы так не встаем, но я помню, что мы так вставали там из серии, когда мы ночью уходили на вулкан куда-нибудь, чтобы рассвет встретить. Вот, как бы, в чем здесь секрет и насколько это вообще важная вещь, вот вставать именно вот настолько рано. То есть это связано только с тем, что у тебя иначе не будет времени побыть одной, либо здесь есть еще какие-то аспекты, вот, если можешь, расскажи чуть подробнее. Слушай, хороший вопрос. Мне жалко, что Стаса нету рядом, потому что он, как доктор, обычно очень классно это описывает с научной точки зрения. Я-то могу еще, знаешь, как вот, как аксиому, что-то повторить, но не объяснить научно. В целом, тут действительно две причины. Одна причина, чтобы побыть наедине с собой, потому что другого времени нету. Вторая причина, потому что мой организм уже привык. Я уже столько лет встаю в три утра, что мне, ну, на самом деле трудно представить, что я буду вставать позже. Как бы, мой организм сам этого требует, как бы, я встаю без будильника, поэтому здесь скорее больше такая уже физическая потребность и привычка. Но изначально, я, когда познакомилась со Стасом, у меня был другой режим. Я ложилась спать, в два ночи. Как бы, я была ночным жителем, я творила только ночь, вдохновение приходило только после двенадцати. Работа у меня была вечерняя, поэтому спать могла до десяти дня. Я всегда искренне полагала, что я сова. Вот. Но после встречи со Стасом я поняла, что нет, ни разу. И он мне тогда сказал, что, ну, во-первых, очень важно ложиться спать уже с десяти до двух, потому что в это время, как раз, ну, вы знаете, да, происходит как раз перезагрузка всей нервной системы. Помните, говорили нам в детстве, что нервные клетки не восстанавливаются? Так вот, они восстанавливаются, если спать с десяти до двух. Да, и то, что мы, опять же, продлеваем свою молодость, укрепляем все свои, опять же, сосуды, суставы и так далее. И, в общем, вся гормональная система, весь организм, он обновляется, он питается именно вот в эти часы. Поэтому, если мы в это время спим, мы просто продлеваем себе жизнь во всех смыслах. Если мы в это время не спим, то мы себя как раз укорачиваем. И жизнь, и молодость, и, скажем так, гармоничное существование всех внутренних систем. организма. Поэтому как-то я в какой-то момент решила попробовать и начать вставать пораньше. По чуть-чуть. Без будильника. Вот насколько способно тело на момент здесь и сейчас. Поначалу это было без детей в шесть. Потом как-то организм уже привык, захотел вставать пораньше, потом еще пораньше, еще пораньше. И вот в итоге дошла до трех. Стас мне говорил, главное не вставать раньше двух, потому что это вот как раз время невежества, когда нежелательно вообще быть бодрым. Но в три, с трех до шести, почему нет, особенно если вот требует организм. Тем более утром у нас же включается гормон, я, честно говоря, здесь не помню, могу наврать, по-моему, там включается, просыпается гормон тестостерон, и он у нас обычно будет рано утром. Потому что бывают такие случаи, когда человек проснулся, такой, ой, что-то рано, посплю-ка я еще. В итоге он спит, и потом у него велосостояние весь день. А вот если бы он встал в первый момент, когда бы вот этот гормон разбудил, скорее всего, он был бы бодрым. Вот я забыла, как это все называется, но это тоже меня, помню, включило. Я решила просто поставить эксперимент. И потом, вуаля, вот как-то так. И теперь мне это очень помогает. Но я не могу сказать, что так должны поступать все, что это подходит всем, особенно женщинам. Если это в гармонии, если этого хочет тело, если организм высыпается, то воплощение, только деградации и к разрушению. Ей это не нужно. Женщина развивается через расслабление. Поэтому, девочки, если кто сейчас нас слушает, пожалуйста, не стремитесь вставать в 3 утра, только потому, что вы тут увидели это в эфире. Пожалуйста. Вот только если вот у вас организм уже сам потихонечку к этому готов. Мне такой вопрос пришел. А как вы изменились с вступлением в роль мамы и папы? Вот как бы, может быть, прям что-то заметно, что-то новое появилось или что-то наоборот отгоревалось или не отгоревалось, да, потому что это новый статус. Вот как Оля, как Стас, как пара, вот как они изменились? Видно ли это уже сейчас? Да, да, это видно. Ты знаешь, вот у меня такое ощущение, что мы изначально со Стасом были рождены для того, чтобы быть родителями. Потому что, когда у нас появился Римар, я прямо увидела, как, даже не знаю, как объяснить, как вот Стас, как будто бы вот пазл сошелся, как будто он наконец-таки вот постиг то, к чему он стремился всю свою жизнь, для чего он был рожден. Не знаю, как объяснить. Ну, как бы он сам по себе, у него такой архетип учителя. Учителя, который заботится, который покровительствует, который направляет. Вот он просто такой человек. Люди, кто с ним общается, они считывают именно вот эту энергию с него. И когда появился Римар, я прямо вижу, как вот, вот это прям его роль. Папа, это прям его роль. Она вот как-то на него легла очень мягко, деликатно, как будто он всю жизнь был папой. Как будто он всю жизнь ждал, что наконец-то он это постигнет. Поэтому мне прям нравится смотреть на Стаса, как он кайфует, как он каждый раз там подбегает к Римарщику. Ой, смотри, что он там научился делать. Или ой, смотри, как он посмотрел. Как-то он очень искренен в этом опыте, он ему очень нравится. И я надеюсь, что у нас будет возможность в будущем людей тоже вдохновлять на родительство. Потому что это же прекрасно, да? А то, что касается меня, наверное, то же самое. Вот это как раз тот опыт, по которому я скучала, как будто бы, как будто бы я его когда-то уже проживала, забыла про него и очень по нему скучала. И сейчас, когда вот ко мне этот опыт пришёл, я думаю, боже мой, ну почему этого не произошло со мной раньше? Почему вот у меня так звёзды сошлись, что вот Римарушка родилась только в 33? Если бы я знала, что это такой кайф, я бы хотела бы детей пораньше, да, чтобы прям вот максимум, знаешь, как говорится, расплодиться. Вот, потому что мне и роды понравились, я бы ещё раз, не один раз повторила бы этот опыт. Мне беременность очень понравилась, мне вот само вот всё это нравится. Поэтому, девочки, кто в раздумьях насчёт семьи, детишек, от себя искренне рекомендую, потому что вот это то, что приводит нас в духовности, просветлению, гармонии, кратия, к любви. И вот к этому, наверное, перманентному состоянию даже не знаю, как описать. какая ты знаешь. Ну, в общем, наверное, про безоценочную безоценку. Не описать словами, мне кажется. Да, не описать словами, но оно вот каждый день как-то расширяется в сердце. И если бы женщины правили миром, я имею в виду именно вот любящие матери, осознанные любящие матери правили миром, да никогда бы не было воин, потому что мы знаем, как вообще рождаются дети, какой-то непростой процесс. Да, он может быть приятным, но непростым. Это же опять же какая-то работа, через которую важно пройти на всех уровнях. И когда ты знаешь, как появляется новая жизнь, ты никогда не захочешь ее отнять. Поэтому, женщины, наша миссия прекрасна. Она очень тяжелая на самом деле, потому что мы же не только рождаем, мы еще и воспитываем. И если наше воспитание детей, скажем так, негармонично, не экологично, то появляются тираны, которые потом ведут мир вот как раз вот под откос. Поэтому моя задача сейчас как матери очень серьезная. Ни в коем случае не допустить того, чтобы мой сын вырос, скажем так, травмированный, чтобы он потом вдруг не захотел измести ко мне из-за того, что я что-то ему не додала, да, отыгрываться на мире. Поэтому, девчонки, вот еще раз сходится вот послание. Да, мы сейчас очень важны для наших детей, для наших мужей. Наше состояние просто решает. Поэтому начинаем с себя. Сначала маску, да, на себя, потом на всех остальных. Вот, как-то так. То есть, какой это секрет идеального, не знаю, материнства и отцовства? Потому что очень много матерей сейчас перегорают, очень много устают, злятся, да, и вот это вот все. То есть, вот как бы ты посоветовала бы, не знаю, близким или собственным каким-то вот этим всем переживанием, чтобы вот материнство было такое, какое ты трансферишь. потому что 90% как бы матерей, которые могут посмотреть, такие, ой, слишком благостно, короче. Нет, у нас же не так на самом деле. Может, ты как-то поделишься тогда своим секретиком, как сделать максимально осознанно красивое. Вот, на самом деле, ты правильно сказала, у меня бывают периодические переписки с девчонками, у которых полностью все наоборот, и они очень переживают, что с ними что-то не так, раз вот у меня вот как-то иначе. И здесь так трудно что-то сказать, потому что у меня это первый опыт, и он вот такой. Я не познала другой опыт, поэтому мне трудно сравнить. Мне кажется, что раз у меня так, так должно быть у всех, но как обычно это бывает. Поэтому не знаю, я не могу сказать, что я чем-то осознаннее других или лучше других, что у меня так получилось. Но, видимо, что-то я такое сделала, что оно как-то пока дается легко. Ключевое слово пока, потому что я не знаю, что будет дальше. И наверное, что бы я могла посоветовать от себя, сказать, не знаю, например, мне помогает честность. Например, честно сказать, я устала, вот еще чуть-чуть, я наверное выговорю, давай-ка здесь вот обнимемся, давай вот здесь поговорим, а давай вот здесь меня кто-нибудь заменит, давай здесь мне поддержку найдем помощь, потому что, да, я рассказываю об этом с позитивом, но я никогда не описываю, что за этим стоит. Потому что чаще всего у меня нет вдохновения описать всю вот эту моторику, хотя надо бы на самом деле, потому что иначе люди думают, что все как-то слишком идеально. Нет, я такой же живой человек, у меня тоже бывают свои и промахи, и ошибки, и так далее, просто я не люблю писать об этом подробно, потому что часто люди любят вытаскивать информацию из контекста, неправильно ее воспринимать, и начинаются у меня перепалки в директе, поэтому мне легче не писать. Вот, но опять же, если сейчас обратиться, да, к девушкам, блин, девчонки, все зависит на самом деле от нас, от нашего настроя, и от того, насколько мы себя ценим, насколько мы себя любим, насколько мы готовы выстраивать личные границы. Очень важно позаботиться о себе и о своем состоянии во время беременности, после родов. Прям вот найти людей, которые будут тебя поддерживать. Какое-то деструктивное состояние поймала, сходи на женский круг. Да, нет возможности сходить на женский круг, окружи себя подруженьками и выговорись просто, потанцуй, поби подушку, как бы найди выходы, чтобы не впадать в детское состояние, не обижаться на весь мир, да, на мужа и на ребенка, а прям прожить это состояние и уйти в зрелость, потому что, когда мы в зрелом состоянии, когда мы проживаем свою роль, а не чужую, мы счастливы, априори. Это как бы такая классика, это база психологии. Но стоит нам опуститься в жертву, опуститься в ребенка, нам все должны, мы бедные и несчастные и так далее, и так далее. Об этом можно говорить, правда, очень долго. Поэтому чувствуете, что у вас немножечко уводит вниз в эту энергию, о-о-о, не так не хочется даже как-то, мне не хочется умничать на эту тему, потому что у меня всего лишь один ребенок. Кто я такая? Ну серьезно. Я еще не познала материнства в таком широком объеме, чтобы что-то советовать. И поэтому, когда я сейчас со своей колокольни на позитиве что-то вещаю, я знаю, что есть женщины, которые сидят и смеются, и говорят, ой, Оль, вот сейчас вот ему будет 5 месяцев, вот когда начнется прикорм, или вот сейчас начнутся зубы, или там еще что-нибудь, я на тебя посмотрю. Поэтому вот сейчас у меня так. Сейчас у меня пока все хорошо, на позитиве, в ресурсе, да, нахожу какие-то выходы. Но я знаю, что если вдруг начнется тяжело, я не буду страдать, я не буду жаловаться. Я знаю, что я буду искать пути, чтобы из этого выйти. Поэтому мой посыл, наверное, такой, девчонки, если вы сейчас находитесь вот в этом состоянии, в позиции, немножечко жертвенном, выгоревшем, уставшем и так далее, найдите выход. Прямо попытайтесь поискать, а что я могу сейчас такое сделать, чтобы из этого выйти? Может быть, даже просто подышать, может быть, встретиться с подругой, может быть, просто отдать мужу, ребеночка хотя бы на час и просто побыть собой, да, но прям вот сделать это для себя, прям не бояться. Потому что среди нас очень много хороших девочек, которые боятся, да, об этом сказать. Вот поэтому не бойтесь, пожалуйста. А вот Катя часто, мы это обсуждали, этот момент, да, что вот про такое, может быть, не совсем гармоничное устройство современной семьи вот в городе, да, что когда там, например, муж уходит на работу и жена остается дома одна целый день с ребенком, со всем домом, а иногда не с одним ребенком, вот, и то есть это как бы, наверное, очень сильно здесь добавляет и работает, и вот ты говорила, что у вас сейчас две мамы, то есть это вы как бы, как сказать, сознательно организовали, позаботились так, чтобы так было или просто так сложилось, и насколько вообще вот маме нужна поддержка, ну, в принципе, ответ понятен, но тем не менее, может быть, ты своего опыта дашь, что ты скажешь на эту тему. Я хочу сказать, что мамы героини. Я сейчас говорю про маму, которые родили детей, потому что до момента, как я сама родила, я не представляла какой-то титанический труд. Вот честно, я думала, что, ну, да, это непросто, да, где-то вот, скажем так, непривычно, но это не такой труд, который оказался, да, потому что даже со Стасом, когда мы об этом разговариваем, он этого тоже не осознаёт. Он видит, что я всё время улыбаюсь, что мне всё нравится, мне всё устраивает, он и думает, что мне легко. По факту, когда ты, там, седьмой раз за ночь встаёшь покормить или поменять пелёнки, или, там, например, он случайно покакал ночью, и ты боишься его разбудить, идёшь его моешь, да, и так далее, это несложно, это приятно, но это, опять же, очень энергозатратно, и это непросто, особенно, как бы, с одной стороны, всё вроде бы легко, а с другой стороны, это вот накапливается, накапливается тут эта усталость физическая, в какой-то момент тебя просто нету, а когда физически тело, скажем так, истощено, начинается пробуждаться, что? Ум. Ум начинает тревожиться, поэтому тело должно быть в расслаблении, в спокойствии, а как это себя организовать, если нету поддержки? Поэтому женщины, которые стоят одни, они для меня, честно, героини. Вот у кого нету вообще поддержки, кто вот один, даже вот мама-одиночки, я просто преклоняю перед ними колено, потому что мы когда с мужем были два месяца одни полностью, да, и это всё было на нас, я так на это посмотрела, думаю, слушай, мы молодцы, но мне кажется, прям на грани, на грани. Если бы я была всё это время одна, я бы думала, господи, если бы я раньше знала какой-то, ну, какой-то труд, реально, такой благостный, но всё же труд, я бы всех своих подруг, беременных, только что родивших, я бы каждый день бы приезжала и помогала бы им, если бы я знала, честно, потому что кажется, что, ну, она там кайфует, не буду её. Я бы сейчас приехала, массаж бы ей сделала, приготовила бы ей покушать, убрала бы в квартире пока она с ребёночком, чтобы она немножко выдохнула. Поэтому я честно скажу, поддержка женщине нужна. И, дорогие девчонки, если у вас подруги беременны или родившие, самое лучшее, что вы можете им подарить, это личное время и массаж. Ну, и что-нибудь вкусное, горячее. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, приезжайте к ним в гости, поддерживайте их. Да, а девочки, которые сейчас находятся без поддержки мужей, здесь, конечно, хочется просто порекомендовать, даже не то, что порекомендовать, пожелать, чтобы случился разговор с мужем поддержки. Может быть, какой-нибудь няне один раз в неделю хотя бы, да, или чтобы мама могла прийти иногда, или подруга. Есть очень классная такая вот история, она недавно появилась в Москве, так уже основательно, это маняня, знаешь, это когда ты обращаешься к своим близким подругам или родственникам и просишь их побыть няней для самой себя на протяжении месяца. Вот, и месяц, например, няней является, например, мама, потом месяц является какая-то подруга, потом еще кто-то, и ты занимаешься малышом, а они помогают по дому, по хозяйству и так далее, и так далее, чтобы ты была в ресурсе. Вот, вот это мне нравится, и это обычно происходит безвозмездно, да, это происходит из позиции служения семье, да, во благо их семьи, во благо, опять же, своей кармы, грубо говоря. И здесь вот у нас так и произошло. Изначально, когда я родила, первые три недели с нами была моя мама, чтобы меня просто вот вот из этого состояния после родового, да, как бы не доставать, чтобы я прожила максимально экологично, она просто помогла по хозяйству. Потом два месяца мы были со Стасом только одни, и это было, кстати, очень классное время, мы справлялись, все хорошо, вот, но потом к нам приехала мама Стас, и стало еще лучше, потому что я начала вкусно есть. Да, это так прекрасно, когда приезжает мама, готовая тебе позаботиться, и которая любит и убираться, и гладить, и вообще вести хозяйство, это вдохновляет, правда, она очень классная в этом плане, пример. А потом вот так получилось, что мама мне пишет, как Толечка, я так соскучилась по всем, может, я к вам просто на пару недель приеду? Говорю, мама, давай, давай приезжай. И вот у нас так получилось, случайно, не случайно, приехала мама Стас, она должна была приехать на месяц, вот как маняня, да, но из-за всей ситуации небо закрыто, она не смогла вернуться домой, она с нами осталась. Вот, а мама приехала к нам на машине, да, тоже на пару недель, потом она уедет, и мы останемся с мамой Стаса дальше. Вот, может быть, тогда раз было послание женщинам, сделаем какое-то послание мужчинам, которые уже мужья и станут или станут отцами, вот именно с позиции женщины, что для женщины важно, ну вот особенно, да, учитывая то, о чем мы говорили, что не всегда очевидно, не всегда видно, что на самом деле происходит внутри, вот какой-то уже тоже из твоего опыта послание именно мужчинам в контексте вот заботы о матерях, о женах, вот что важно нам, узнать. Так, сейчас скажу. Так. Сразу хочу немного всего сказать, думаю, с чего начать. Так. Ну, для начала, я искренне пожелаю всем мужчинам присутствовать на родах. Вот это я просто всем пожелаю искренне, потому что такой классальной поддержки, которую оказывают мужчины во время родов никто оказать не может. Он действительно во всех смыслах держит поле, он зовет ребенка издревле, именно мужчины звали детей, да, душу ребенка, и когда у женщины считались роды слабые, да, как бы слабые вот это вот, как она называется, ну вы меня поняли. Да, именно папа звал. Да, спасибо деятельность. И малыш выходил на зов папы, поэтому папа здесь нужен. И когда мужчина присутствует на родах, он видит, что это вообще за процесс, насколько женщина, можно сказать, 24 часа у кого-то больше, кого-то меньше, находится вот именно в этой работе, да, когда она уходит в между мире за ребенком, он начинает еще больше, возможно, ценить, во-первых, и малыша, и их союз, и саму женщину, потому что понимает, как ей это непросто удалось. Это реально очень такая непростая вещь, как оказалось. Вот, и это очень сильно сближает. И вот после я бы очень сильно порекомендовала мужчинам не отдаляться, да, наоборот, быть рядом, просто подойти и спросить, может быть, тебе что-то нужно, может быть, ты чего-то хочешь, может быть, ты пока сама не поняла, но я могу тебя в чем-то поддержать. Просто выслушать. И причем выслушать безоценочно не из позиции мужской, как обычно это происходит. Когда ты мужчине на что-то жалуешься, он сразу думает, как тебе помочь решить эту проблему. Нет, женщине не надо помогать решать проблему, ей надо, чтобы ее просто выслушали. Поэтому, если рядом в кругу женщины нету женщины, которая может ее безоценочно выслушать, ваша задача быть как раз тем человеком, который станет контейнером для ее эмоций. Вот, прям поддержать ее в этом. И просто иногда подходить, обнимать ее со спины и просто быть рядом. Потому что женщина после родов, она не чувствует своей границы. Она расплылась. Она везде, она всюду. Если, не дай бог, она начинает еще там убираться, начинает в хозяйство погружаться, все, вся ее вот эта вот ментальная, эмоциональная система, она расплывется по всем углам квартиры. И ее самой не останется. Поэтому, почему важно женщине первые 40 дней быть максимально, скажем так, в сохранении. Она должна лежать, больше там, позерцать, кувши, горячую пищу, но ни в коем случае не заниматься хозяйством, не обслуживать никого. Она должна быть наедине с собой, с малышом. И вот в это время как раз ее важно и обнимать, и гладить, и трогать, чтобы она себя чувствовала, ощущала, спрашивать, как она хочет, как она не хочет. Потому что после родов, лично я, я не очень могла за себя постоять. Я вот, например, чувствую, что я не хочу, чтобы мама сейчас была в комнате. Да, вот не хочу. А я не могу ей это сказать. Я такая, так, Оль, почему ты не можешь это сказать своей маме? Это же так просто. Ты же всегда это могла сделать. Нет, после родов несколько недель я вообще не могла чувствовать свои границы, не могла их вообще защитить. Я была максимально уязвима. Поэтому здесь вообще неважно эти вот границы сохранять для женщины. И просто кормить ее очень горячим, вкусным, чем-нибудь пряным, да, чтобы она прям восстанавливалась. Не разрешать ей убираться, не разрешать ей работать, не разрешать ей сидеть в телефоне, не разрешать ей вот делать то, что может ее, скажем так, рассредоточить после родов. Ей важно собраться. И мужчина как раз может быть ее опорой, ее берегами, чтобы она не расплылась. Вот, как-то так. Но здесь еще, знаешь, что хочется сказать, что, как бы это правильно сказать? У всех же женщин разный период после родов. У кого-то все на позитиве, у кого-то может быть такая маленькая грустинка. Поэтому цветы, массаж, какие-то, не знаю, неожиданные сюрпризики, ну, просто, чтобы поднять и настроение. Вот это, конечно, вот прям то, что каждый мужчина может себе позволить. Вот, и это бы я пожелала. Что еще сейчас? Подожди, сейчас пока есть возможность, я еще что-нибудь скажу. Да, комплименты. Говорите как можно больше комплиментов. Какая она красивая, какое у нее потрясающее тело, как она потрясающе выглядит, какая она могучая ма, раз она родила малыша. Прямо напоминать об этом, возвращать ее в эту ценность, потому что женщина, когда родила, это так произошло неожиданно, что ты потом не сознаешь, говорю, ой, это что, это самое было? Напоминаю ей, да, ты родила, ты молодец, я тобой горжусь, боже, ты представляешь, мы с тобой теперь родители. Как бы возвращать вот эту ценность ей и напоминать ей, что вы тоже это цените, вы это видите. И здесь, конечно, еще важно, чтобы женщина тоже, если муж рожал вместе с женой, дала ему возможность закрыть роды, потому что женщина рожает физически, а мужчина рожает эмоционально, ментально, и он тоже очень сильно устает. И здесь, конечно, важно, чтобы мужчина тоже не выгорел, потому что ухаживать, заботиться, поднимать настроение, скакать вокруг женщины 40 дней, это не все могут, и не для всех это просто. Поэтому здесь, конечно, важно, чтобы была поддержка третьего человека, понимаете, да, чтобы вот эта вот близость и любовь мужа и жены после родов сохранилась, чтобы не было такого, что вот ему, жена там пытается все мужу, 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 муж там ни в какую, да, в обратку не дает, или наоборот. И вот это вот, несостыковка, чтобы вот этого не было. Поэтому много наговорил, надеюсь, вы меня как-то поняли. Да, спасибо большое. Друзья, для нас, да, и для многих. У нас осталось примерно минут 7 до конца эфира. какую-то деташку уже что-нибудь такое. Думаю, все вопросы. Давай, может быть, последний вопрос. Тут был вопрос интересный тоже в комментариях к анонсу. Вот, Екатерина спрашивала, в чем основа вашего спокойствия и внутренней опоры? И дальше она продолжает. Я предполагаю, что в том числе помогает вера в Бога и в том, что мы все под его заботой и защитой. И вопрос в том, как прийти к этой безоговорочной вере. Вот такой был вопрос в анонсе. Очень классный вопрос. Очень классный вопрос. Даже не знаю, как объяснить. Правда не знаю. Потому что есть такие вещи, которые я в себе не прорабатывала, которые во мне всегда были. И всегда трудно говорить о том, что в тебе всегда есть. Понимаете? Поэтому это то же самое. Каково это быть женщиной? Спрашивают мужчину, женщина, каково это быть женщиной? Как ты этого достигла? родилась? Вот здесь примерно то же самое. А как? Ребята, вот не знаю. Вот просто есть какое-то внутреннее спокойствие всегда. Я всегда разговариваю со своим телом. Как бы я всегда спрашиваю его, а тебе сейчас как? А ты сейчас как? В панике? Все хорошо? Если хорошо, все. Я слушаю его, идем дальше. как бы танцуем, не обращая внимания на то, что происходит. Потому что любая вот эта паника, суета, она может нас возвращать в ум. А когда женщина начинает что-то делать из состояния, скажем так, с платформы ума, там мало правды, да, и мало состояния гармонии. Поэтому, если я чувствую, что в моем теле все спокойно, я понимаю, что все хорошо, я продолжаю, как говорится, петь и танцевать. Вот. Поэтому могу здесь, наверное, сказать только про то, чтобы слушать свое тело, доверять себе, устанавливать контакт со своим телом, да, чтобы было это внутреннее спокойствие. Вера в Бога, она всегда у меня была. Я всегда знала, что Бог всегда прав. Бог всегда это делает для того, чтобы мы что-то поняли, что-то сделали. И Он нам посылает эти ситуации не для того, чтобы нас наказать, да, и не для того, чтобы молились, чтобы их больше не было, да, для того, чтобы мы осознали, зачем Он нам их посылает, почему эти уроки даны нам именно сегодня. Поэтому со всем, что нам посылает судьба, быть в созвучии, быть в благодарности, относиться ко всему, как к игре, как к уроку и стараться всегда все действовать из, всегда действовать из любви, всегда спрашивать себя, как бы поступила любовь. А я сейчас поступила из любви, я сейчас поступила из эго, да, или все-таки состояния любящей матери вселенской, как-то меня всё время ведёт вот эта ниточка «я хочу быть совершенной». Не знаю, правильно ли этого хотеть, но у меня есть внутреннее желание быть совершенной. Я всё время стараюсь во всех сферах стремиться именно к совершенству. Поэтому как я могу в этой ситуации поступить совершенней, быть ещё лучше, быть ещё добрее, быть ещё открытие? Как я могу повлиять на эту ситуацию, чтобы всем стало ещё приятнее, ещё лучше и так далее? Кто-то у меня называет это синдром «хорошей девочки», я бы называла это немножко иначе, но это может быть про одно и то же. У меня это с детства. Я не знаю, хорошо это или плохо, но меня это прям очень выручает такие моменты. Поэтому мне кажется, если все будут действовать из позиции «а как это можно сделать лучше», да, через любовь, мне кажется, будет легче жить всем, и нам в том числе. Поэтому только это могу порекомендовать от себя и посоветовать. Вот. Здесь у нас в эфире почти 630 человек, и осталось примерно 3 минутки. Может быть, ты захочешь закрыть круг, сказать что-то из сердца для всех женщин и мужчин, которые смотрят, и мы можем закончить. Как-то так вот. Я так хочу потрогать твой животик сейчас. Саша потрогает. Извините, тут подсекает. На самом деле, это такое благословение, что ты сегодня ведешь эфир, потому что все-таки женщина, которая является на последнем сроке, это же такое благословение. Так что пусть у нас будет такой вирус на материнство, на благость, на расслабление. Всех, кто нас сегодня слушает, чувствует. Так, мои хорошие. Во-первых, я хочу, чтобы просто сейчас вы все закрыли глазки, если есть такое желание, или просто сделали глубокий вдох и выдох, и просто поблагодарили друг друга, пространство, за то, что мы все сегодня собрались. Сделайте глубокий вдох, и на выдох улыбнитесь этому дню, улыбнитесь самому себе. И вспомните тот день, когда вы были самыми счастливыми, самыми радостными, когда с вами произошла какая-то небывалая ситуация, пробудившая ваше сердце. Прям вспомните этот день, когда вам было очень хорошо. Какой это был день недели, какая была погода, какой был сезон, во что вы были одеты, что вы делали в этот день. Прям вспомните до мелочей. И прям попробуйте еще раз это состояние, этот день прожить, прочувствовать. У кого-то это может быть что-то очень необычное, но очень важное сердцу. У каждого будет своя ситуация. Да. Прям продышите ее, прочувствуйте ее, все запахи, все вкусы, все-все-все. И прям попробуйте теперь вот это вот состояние, которое сейчас, возможно, проявилось в теле, прям погрузите его куда-то, глубоко-блоко в сердце, чтобы оно у вас там осталось. И прям вниманием своим расширьте это состояние, чтобы оно вышло за пределы сердца, а потом вышло за пределы вашего тела, а потом за пределы вашей квартиры, потом за пределы вашего города, за пределы планеты Земля, чтобы вот это состояние любви, ресурса, оно всегда заполоняло и только вас, но еще все, что вас окружает. Вот это состояние радости. Why? Это мне тоже всегда помогает вспоминать что-то хорошее и усиливать на этом внимание. Прям сделайте глубокий вдох, на выдох, впитайте это чувство. Да. И благодарите себя и всех вокруг за сегодняшний день, что мы живы, что мы здоровы, что все прекрасно, а будет еще лучше. Вот. Как-то так. Я могу сказать, что это практика, но на пустое точно. Прямо вовремя закончили. Да. Скажи что-нибудь тогда в конец. Да, друзья, если у вас возник отклик, вот я рекомендую оставаться с Олей на связи. Вот она, мы давно следим, и она пишет очень интересные вещи, иногда чем-то от мужа делится. Я так понимаю, что Стаса Станислава нету нигде в соцсетях, то есть что-то от него можно узнавать только через тебя, правда? Да, да, как-то так. Вот, если вдруг захотите. Вот, и, да, я, наверное, соглашусь вот на тему творчества, что у нас на днях было мероприятие, и там тоже была такая большая творческая часть, связанная с танцами, с музыкой, с пением, и это действительно очень сильно меняет состояние, поэтому вот завтра, да, марафон стартует, то есть кто готов, там, успевайте присоединиться, мы, может быть, мы будем участвовать, мы, может быть, тоже поучаствуем. Вот, и спасибо тебе огромное, что нашла время, вот, несмотря на все, там, условия, несмотря на всю ситуацию, и на маленького совсем малыша, очень ценно было пообщаться, очень такое приятное, сейчас хорошее состояние, вот это, наверное, самое главное, да, что после эфира остается не какая-то информация, а в первую очередь такое состояние теплоты, с которым хочется дальше идти и что-то делать. Спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok